Устали от буржусьской фальши? Жаждет истину душа? Почитайте, папаша, потому что в СМИ продажных правды нету ни шиша. Перед тем, как перейти к аспектам прочим, продолжим рассказ о жизни рабочего. Прицаризм Войдя в мастерскую, посетители попадают как в лес, осторожно передвигая ноги, липнущие к полу, покрытому толстым слоем грязи, попадая на каждом шагу в наполненной жидкой грязью выбоенной, образовавшейся местами в прогнивших и проварившихся досках пола. Рискуя ежеминутно придавить всюду ползающих по полу маленьких детей, он добирается наконец до одного из окон. Устройства мастерских везде одинаково. Вдоль стен с окнами поставлены, становлены, здесь рогожники работают, едят и отдыхают, спят. Одни на досках, положенных на верхней раме, становлены, другие на кучах мочалы, на полу, о постелях, конечно, не может быть речи. Здесь они рожают на глазах всего населения мастерской, здесь захворав отлеживаются, если организм еще в силах побороть болезнь, здесь же и умирают, хотя бы от заразных болезней. По урожению рабочих, они живут друг на дружке. Работа Коломенского машиностроительного завода, где один из более коротких, на бумаге, рабочих дней 11,5 часов, сводится обычно к 14,5-16,5 рабочим часам, а в экстренных случаях даже к 19,5-21,5 часам сущенной работы и при том работа самой тяжелой. В результате всего этого, потомство рабочих слабеет, все боли от поколения к поколению, и происходит прогрессирующее ухудшение физических качеств населения, именуемое вырождением. Е.М. Дементьев, фабрика, что она дает населению и что она у него берет. 1897 год. Далее фотография обложки этой книги. Далее диаграмма число статчетников в России. Далее фотография по ходу статчки. Эх, в царское время, вот были товары, покупатель спокойно ходил на базары, за качеством строго следил фабрикант, был честен и кристальный любой коммерсант. Качество товаров в дореволюционной России было ужасным. Не было никаких ведомств, занимающихся фальшивыми, часто опасными для здоровья товарами. Умер человек или случалась целая семья от отравления. Родственникам даже жаловаться было некуда. Подделками травились даже влиятельные и богатые люди. Молоко разбавляли разведенной воде и звездкой, зная при этом, что его пьют дети. Спитой чай, как и отнюдь не пищевые добавки к сахару, собирали по трактирам. Подкрашивали сахарным колером, берлинской лазурью, индиго, солями меди и железо. Сбывали в трактирах, облаки и даже в рестораны. А тот, что шел в магазины, упаковывали, подзыпая для увеличения веса песок, глину и даже свинцовые опилки. Зная об этих премудростях поставщиков, лавочники против посторонних вкраплений не возражали. И на голубом глазу втюхили адскую смесь доверчивым покупателям. В пиво для горечи подмешивали полынь, стрихмин, бельную, пикриновую кислоту. А краска кондитерских изделий почти всегда бывает искусственной. Причем нередко краски ядовиты. Таковы, например, зеленые краски из яре-медянки, французской и швейнфурской зелени, содержащей мышьяк. Красный из киновари и сурика. Белый из свинцовых и цинковых белил. Синий из минеральной и королевской лазурью. Желтый из свинцового глета. Ауре пигмента, гумигута, пикриновой кислоты и так далее. Доктор медицины Анна Фишер Дюкельман. Далее фотография коробки мармеладов царских. А ведь это был рябчик! Смакует какой-то бывший. А кто попроще, ест тушеную картошку в прогоруховом сауне. Чековину, горло легкой и завернутую рулетом кровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка. Рубец, который здесь зовется рябчик. В торговке с хистными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с тушенкой, тире, протухлой колбасой. Питались сухомятку, чем попало. В лучшем случае у обжорных баб, сидящих для теплокушания на корчагах. Покупали тушенку в кавычках, а иногда серую лапшу на наваре из-за сердия, которая продавалась отдельно. На копейку легкого, на две сердца, на три печенки кусок баба отрежет. Поели лошадей на площади у фонтана и сами пили из того же ведра. Много пилось воды в летнюю жару, когда пыль клубилась тучами по никогда не метенным улицам и площадям. Каждую ночь на хитровке кого-то грабили или убивали. Грабили, раздевая до нога. Здесь можно было продать новорожденных. Их охотно скупали профессиональные нищие. Ведь тем, кто с ребенком, подают чаще. Если эти дети не умирали, с трех лет их самих посылали попрошайничать. Девочки с 10 лет с ней с проститутками. Здесь же шлялись кокаинисты всех возрастов и обоих полов. Ибо тут можно было купить марафет. Владимир Гелеровский. Известный в дореволюционной России бодописатель и репортер. Москва и москвичи. Далее фотографии базаров и, видимо, базаров. Симферопольского базара и хитровского рынка. Рассказать пора о благоустройстве жизни. В империи российской, мягко говоря, было не слишком-то комфортно и чисто. В дореволюционной России канализация имелась в 18 наиболее крупных городах. И даже в них, например, в Москве, канализацией было снабжено всего 12% домов. Если административные здания были подключены к канализации, то по статистике считалось, что все домовладение, остальные здания и жилища, кроме административных, подключено к канализации. Богатые домовладельцы, чтобы не вывозить фекалии, мочу и нечистоты из своих домов бочками, тайно прокладывали в недлинку подземные стоки. Устраивать систему канализации в российской провинции не проходило в голову никому до советской власти. К примеру, в Вятке, где человеческие нечистоты под 50 тысяч населения составляли в день 180 бочек или 5400 ведер, а помои и кухонные отбросы 1847 бочек, городской осенизационный обоз насчитывал всего 50 бочек и едва мог вывести десятую часть нечистот. Основная масса нечистот оставалась в городе, пропитывая почву. Вследствие подпора почвенных вод, многие выгребные и поглощающие колодцы в сырое время года отдавали содержимое обратно. С какой стороны не подойдешь к ней, страшная зловония встречает вас на самом пороге. Идем по запаху. Вот Красная площадь, и на ней единственный в Москве монумент освободителям России в 1612 году. Вокруг него настоящая зараза от текущих по сторонам вонючих потоков. Ручьи текут вниз по горе, около самых лавок с руптами. Глубиня города в грязи и воне городские трактиры, а рядом отхожие места. Газета «Русская летопись». Охотный ряд в старой Москве был сосредоточен мясных и рыбных лавок. Страшная вонь, пучих крыс. Дикая антисанитария царила здесь. В лавках некрашенные стены, пропитанные кровью, кучей куриного памята, крысы, пелья, мясники в грязных фартуках и с нечищенными ножами. Рядом ямы, до краев наполненные нечистотами и отбросами. У стен навалы из навоза и гниющий кишок, забитых животных. Здесь же полуразвалившийся сарай, где сложены гниющие шкуры хлеба. Далее фотография бочки, видимо, с чистотой. Фотография газеты «Московские вести» от 1 июня 1927 года. Какая-то яма. Дети тащат бочку. И немного о дореволюционном прогрессе, широко распиаренном в буржуйской прессе. Далеко не каждый завод имел хотя бы один двигатель – электрический, паровой, дизельный. До 70-х годов 19 века нефть в России добывали ведрами из колодцев. Национальный доход в 1912 году был в 8,5 раз меньше американского, в 6 раз меньше английского, в 4,5 раз меньше французского, германского. В России 43 рубля на душу населения. На старте, в 1861 году, душевой национальный доход России составлял примерно 40% по сравнению, например, с Германией и 16% по сравнению с США. Прошло более 50 лет. И что же? В 1913 году уже только 32% от уровня Германии и 11,5% от американского уровня. В 1913 году Россия импортировала из других стран более 1 миллиона тонн стали и 8,7 миллиона тонн каменного угля. Уровень производительности труда в промышленности России был меньше, чем в США в 9 раз, в Англии в 5 раз, в Германии в 4 раза. В России жизненные припасы в суровом виде и сырье, необработанное, составляли 91% экспорта. В общем мировом производстве в 1913 году доля России составляла 1,72%, доля США 20%, Англии 18%, Германии 9%, Франции 7,2%. В 1913 году реальные доходы трудящихся в России составляли 90% от уровня 1990 года. В 1887-1913 годах запад вывез из России чистого дохода 2326 миллионов золотых рублей. Далее фотографии фабрика братьев Абрикосовых, фотографии рабочих походов, фотографии медной шахты. Далее интересная картинка старой Екатеринбург и новость Средловск. Количество населения и чем они занимались в 14-м и 38-м году. Не окончен наш рассказ, постарались мы для вас, а в оставшийся кусок мы впихнем рекламный бок. Почитатели предателей, все как один, в пищу употребляйте немецкий гуталин. Сапоги врага, кладись витаминов, слизывайте сапога слой гуталина. Зер гуд.